приветствуйте уважаемый зритель снова на канале козырем сегодня к нам пришел довольно таки интересный аппарат интересен тем что у него есть проблемы с оперативной памятью и часто у нас сервисе спрашивают возможна ли замена оперативной памяти которая встроена в mac да мы сейчас в этом видео покажем вам как это делается просто не всегда целесообразно в данном случае у человека макс сыпется иногда выкидывать программ иногда выкидывать систему его по моим тесту мы прогоняли несколько кругов и получается иногда он выдает ошибки но не всегда то есть ошибка плавающие то модель а 2141 16 дюймовая получается по конфигурации нас курай 9 терабайтник у нас сердечко также у нас 16 гигабайт как раз таки памяти тут у нас юник 16 гигабайт здесь у нас подготовлена память микрон 16 гигабайт также по схеме покажу что нужно сделать для того чтобы подружить данную память просто запаять память будет недостаточно нужно поработать с вендорами со страпами это все вы увидите в нашем видео и так поехали начинаем естественно с выкручивания всех винтов нижней крышки макбука помогает нам в этом отверточка пенталоп 1 и 2 миллиметра чтобы снять крышку также как и в других моделях ее необходимо оттянуть чтобы освободить ее от защелок под крышкой внутри макбука нас ждет интересный сюрприз в виде термоинтерфейса сторонних термопрокладок они естественно не заводские и скорее всего были установлены уже пользователями в первую очередь отключаем контроллер аккумулятора отстегивая данный шлейф а затем уже отсоединяем клемму аккумулятора приподнимая ее все теперь можно спокойно работать с материнской платой убираем весь сторонний термоинтерфейс он ни нам ни пользователю больше не понадобится ведь толку от него абсолютно никакого так как все проблемы связаны именно с самими чипами памяти они с выдуманным перегревом мт собственно нам наглядно показал проблему что память сыпет ошибки поэтому выход один только замена отстегиваем абсолютно все шлейфа которые подсоединены к материнской плате также выкручиваем все винты которые крепят материнскую плату для этого нам понадобятся отвертки торекс т4 торекс т5 в основном все по материнской плате для демонтажа дисплея понадобится отверточка пенталоп 0 8 миллиметров она же применяется в айфонах для закручивания портов со стороны зарядки и отверточка торекс т8 конкретно торекс т8 у нас применяется для выкручивания винтов крепления петель дисплея вот собственно и все основные отверточки для этого макбука не так уж их и много как и с любой техникой а особенность техника apple нужна концентрация и внимательность проводить работу нужно аккуратно если нет большого опыта в данной работе советуем раскладывать винты в том порядке в котором они находятся в макбуке такой вариант уменьшает вероятность вкрутить винт не в то место которое запроектировано инженерами а так как apple любители использовать различные длины винтов то вы наверно представляете что будет если вместо короткого винта вкрутить длины отстегиваем вайфа и bluetooth антенны приподнимаем и отгибаем их в сторону чтобы не мешали их у нас всего три штуки далее отклеиваем уплотнительные резинки они приклеены кулерам теперь когда все шлифа отстегнуты винты выкручены приступаем к извлечению материнской платы вытягиваем ее в сторону и плавно приподнимаем если чувствуете сопротивление не нужно в нагляк ее тянуть лучше проверьте еще раз все ли отстегнуто и выкручено сейчас мы отклеим защитный экран и вы увидите где находится оперативная память как вы видите память разделена на две ячейки по 4 микросхемы в каждой ячейке память как мы уже говорили от производителя hunix на обратной стороне абсолютно такая же картина в общем получаются 16 чипов память который нам необходимо заменить менять мы будем на донорскую оперативную память от другого вендора а именно от производителя микро обклеиваем всю пластиковую часть на плате чтобы потоками разгоряченного воздуха от термо воздушной станции не расплавить ничего того что расплавить не нужно наносим флюс он представляет собой специальный реагент позволяющий обеспечить хорошее растекание припоя при этом является активатором надежной адгезии при присоединении металлов к припою ну и позволит равномерно распределить тепло если говорить по простому то флюс паяльный способствует прилипанию припоя к металлу прогреваем область впаянных чипов фенов дополнительно для равномерного прогрева снизу платы у нас установлен нижний подогрев его мы позаимствовали у нашего мастера по ремонту айфонов для выполнения данной работы его вполне достаточно сейчас у нас конечно же полетят камни от тех кто знает что такое теплопотери кто прохавал пайку от самого низа поэтому если хочется заморочиться можно поставить и на профессиональный термостол от допустим того же термопро он более надежно закрепляет плату и не дает и деформироваться теперь можно немножко разбавить легкоплавким оловяно-свинцовым припоем чтобы легче было снять старое олово и не допускать дополнительные термонагрузки зачищаем обязательно весь старый припой вот так он снимается мы значительно ускорили видео чтобы не томить вас ожиданиями а то хронометраж был бы ну просто мучительно долгий после того как мы зачистили основной припой снова добавим немножко флюса и уже с помощью оплетки снимаем остатки припоя с контактных пятаков сильно на паяльник давить не нужно так как можно повредить контактные площадки припой должен сам легко собираться на оплёточку после того как припой зачищен можно почистить поверхность плата от остатков флюса мы применяем обычный растворитель можно использовать разнообразные специальные средства очистители благо на рынке сейчас их ну просто огромное количество вот так должны выглядеть микроскоп зачищенные контактные пятаки на нашу донорскую память мы тоже меняем припой снимаем старые зачищаем оплеткой снимаем старый плюс после чего уже с помощью трафарета наносим новое более легкоплавкое олово данную процедуру делать обязательно так как родное бессвинцовое олово плавится при более высокой температуре что негативно влияет как на саму память так и на материнскую плату поэтому не ленитесь обновляйте весь быга на каждом чипе все контактные шары процесс выглядит можно сказать так же как процессори боло также наносятся новые шары счищаем остатки флюса и смотрим на результат это у нас один шарик в лесу тел мы его естественно допаяем просто не всегда на камеру получается все идеально отснять это как съемки это очень время затратный процесс едем дальше наносим на подготовленную чистую поверхность контактных площадок флюс и выставляем чипы памяти память с донором и на всякий случай пронумеровали но по идее разницы в принципе нет так чипы взаимозаменяем главное чтобы чипы памяти стояли по ключам расположение можно сверить по схеме схему чуть позже вам покажем далее нам необходимо впаять новые чипы память небольшими движениями пошатайте чипы проверьте их расположение можно добавить немного флюса с флюсом не переборщить если много добавить он может вскипеть и уже кипящий флю сможет поднять чип или сместить контактные группы приступаем к обратной стороне платы вот собственно можете лицезреть сам нижний подогрев по работам выполняем все то же самое поэтому комментарий излишний просто повторяйте процесс по алгоритму и и и Субтитры подогнал «Симон» Самое интересное нас ждет по схеме. Открываем принципиальную схему. В принципиальной схеме у нас есть описание компонентов. А именно, какие компоненты стоят от производителя, а какие возможно установить. Нас интересует раздел «Bomb Configuration 1». Тут описаны конфигурации. Нас интересует именно «Memory Options». Мы видим тут такую картину. У нас представлены оперативки Unix и Micron разных объемов памяти. 16 гигабайт. 32 и 64. Заказ был срочный и мы успели найти только оперативную память 16 гигабайт от производителя Micron. Тут есть RAM Configuration с подробным описанием. Смотрим. У нас установлен Unix. Configuration 0. Elka. А нам нужен Micron. Configuration 1. Elka. Сейчас покажем подробнее. Тут разбита память SSD NAND. Но нам она сейчас не нужна, нас интересует оперативная память. Вот два слота по 8. BGA тут 78, то есть 78 шаров на одном чипе. Частота 2666. Также тут есть интересная информация о том, что существует частота 3200. Но 3200 мы еще не встречали. Вероятно, она есть где-то на 32 гигабайта. Откроем монтажную схему и посмотрим, где и как находятся интересующие нас страпы. Еще раз напомним, что для того, чтобы новые чипы памяти заработали, недостаточно просто выпаять старые чипы и впаять новые. Нужно, говоря простым языком, подружить память. А для этого необходимо верно расставить страпы. Наш хаб должен увидеть новую память. Мы видим на монтажной схеме нашу память распаянную, а вот страпы, через которые эта связь организована. Это такие резисторы. Вот RAM Configuration первый, RAM Configuration нулевой. Во второй части находится Configuration третий. И сейчас по памяти вспомним. Ищем, где у нас нулевой Configuration. У нас он был выше. Сейчас покажем. Вот он рядом расположен. Итак, все общение памяти с хабом, как мы уже сказали ранее, происходит посредством этих страпов. То есть сигнал либо засаживается на ноль. Секунду, сейчас покажем. Если резистор впаян, то нам будет сигнал ноль. Если же резистор отсутствует, то сигнал будет положительный. Единичка. Сейчас мы видим на схеме наши страпы. Все в одной куче. Нулевой Configuration, первый, второй, третий, четвертый. Сверху есть подробное описание, что за что отвечает. Первый у нас отвечает Configuration, четвертый, за скорость. Видим в табличке слово Speed. Скорость памяти имеется 2667 и 2400. Как вы заметили, 3200 тут нет. И так как у нас 2667, поэтому Configuration первый мы оставляем как есть. То есть единичка. То есть резистор отсутствует. Его трогать не будем. Вот он Configuration четвертый. У него нет резистора. Потому что если бы он был подтянут к массе, то сигнал был бы нулевой. Надеюсь, более-менее понятно стало. Давайте по остальным тоже пробежимся. Также у нас есть дополнительный критерий. Объем памяти 16, 32 и 64 гигабайта. Configuration третий и второй отвечают за объем памяти. У нас 16 гигабайт. Получается, что третий и второй мы оставляем как есть. Сигнал единичка. То есть в третьем и втором у нас должны отсутствовать резисторы. Вот этих двух резисторов тоже не должно быть, как мы объяснили. Не должно быть подтянутых к массе. Если бы у нас изменился объем памяти, то мы бы поменяли страпы. Теперь вендор. За вендор производитель у нас отвечает Configuration первый и Configuration нулевой. Есть производители Samsung, Micron и Unix. Всего три типа памяти. Кстати, в прошлом описании мы видели только Micron и Unix. Configuration первый и нулевой отличаются. На Unix у нас единичка. Configuration первый. А Configuration нулевой – ноль. Для Micron все наоборот. Нулевой Configuration единичка. Configuration первый – ноль. Как вы уже догадались, нам нужно просто поменять местами, чтобы изменить вендор производителя. Чтобы наш хаб понял, с каким типом памяти он должен работать. Вот эти получаются страпы нулевой. Один меняем его местами. Грубо говоря, с одного места выпаяем, в другое впаяем. Сейчас покажем вам, куда со страпа заходит сигнал. Вот это у нас Configuration нулевой. Тут у нас он присутствует. Отсюда выпаиваем, сюда впаиваем. Вот, собственно, и вся работа. И все должно заработать. То есть у нас единичка, единичка, единичка. Тут будет ноль и единичка. Понимать этот должен хаб, с какой конкретно он работает памятью. То есть мы ничего не поменяли, только производителя. Поэтому меняется здесь только два. Нулевой и первый. Так вот он заходит и чипом уже распознается, с чем работает наш макбук. Частота, объем и вендор производителя. Сейчас вы увидите, как выглядят эти страпы вживую. Вот они спрятались в уголке, в таком неудобном месте. Из-за съемок видео паять совсем неудобно. Отпаяем интересующий нас страп, который нужно поставить совсем рядышком. То есть, как мы показывали по схеме, поменять местами. Сейчас мы прихватили страп и далее уже с помощью термовоздушной станции досадим его на место. Тут рядом расположена большая кранация с достаточно большой массой, которая забирает тепло. Поэтому можно применить дополнительный нижний подогрев. Это упростит работу. Счищаем остатки флюса, просушиваем все и будем приступать к обратной сборке макбука. Перед сборкой желательно проверить все на наличие коротких замыканий. Быть их, конечно же, не должно. Мы за кадром, естественно, все это проверили, но показывать не стали, чтобы не затягивать и так немаленький хронометраж получившегося видео. Как видите, работа при наличии чипов и донора не такой уж космической сложности. Все в пределах разумного. По схеме вам все показали, рассказали. Теперь вы тоже можете работать с любым объемом памяти, с любым производителем, который доступен для этого макбука. Алгоритм работы абсолютно тот же самый. Внимательно смотрите, какой объем памяти, какая частота, какой производитель. И уже исходя из этих данных, меняйте страпы. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... После сборки остается запустить макбук и провести мем-тесты. Желательно как минимум 4 цикла. Как вы видите, новая память после замены уже не сыпется. Сейчас вы можете видеть в кадре старые чипы. Все, работа окончена. Итак, мы успешно пересадили все банки памяти с производителя хюникс на микрон. Теперь у нас макбук пишет, что у него 16 гигабайт микроновская память. Мак прошел все тесты успешно. Теперь выдаётся клиенту. Ну а вы подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. И увидимся в следующих видео. Всем пока!